Ребят, всем доброе утро. Почти 5 часов утра. Что-то мы зачастили с очень ранними подъемами. Встали в 4.30 с Борей. Дети еще пока спят. Будем скоро будить их в 5. Будем будить. Хотя Сашуня у нас уже проснулся. Где-то бегает по дому, собирается. А мы с самого утра... Я вчера сварила компот, но на ночь поставила. Налили себе компотик в дорогу. Ну, это не банку, это с баночки налили. Готовим сейчас рис, сосиски отварю. В общем, готовлю обед. Готовлю завтрак с собой. Ну, что, сейчас на завтрак будем кушать. И на ужин мы к друзьям поедем, у них уже поужинаем. Максимка вроде уже тоже, Боря, проснулся. Что-то мы его пытались служить, пытались. В машине, да, что-то не спит. Вроде бы Саша к нему подошел, но не спит. В общем, у нас сегодня тоже поездка на целый день. Много дел разных. Постараемся все показать, все успеть. В общем, ребят, поехали с нами. Санько. Маленький Нехачуха проснулся. Спать сказал, он говорит, не хочу. Пять часов. Ты что проснулся? Нехачуха? Улыбается, проснулся. Так, у меня мама. Все, я встал. Мы обычно пока он спит, собираемся. Теперь что делать? Сейчас будем кого-то просить. Уже ребята, говорю, будут вставать через пять минут. Будем кого-то просить с ним быть, а что делать? Саша, включай мультики ему только. Давай, включай горовой. Пойдешь мультики смотреть? Папе с мамой нужно собираться. Максим. Сэн. Собираться надо. Подожди, я восстанулся еще. А, не стеснялся. Не стеснялся. Пойдем, мультики смотреть. Пойдем? А нам будет кашку варить. Пойдем? На улице темно. Шесть часов в дорожку, в путь. Сегодня не так холодно, поэтому это тоже радует. Всего минус двадцать. Всего минус двадцать, да. Я тут в аптеку забежала за этими, за, ну не за лекарствами, короче, за, как это, техническими, ну типа бинтов, вот таких всех вещей купила. И это, сейчас буду таксиловить. Такси, такси. Да, 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 да. Вы меня в поликлинику не подвезете? Подвезем, 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 поехали, поехали, поехали. Ой, подожди, подожди, даже залезу у нас тут, подожди, эти ступени такие, такси. Вы как-то ступеньку пониже сделаете, молодой человек, или что? Ну хорошо, хоть меня подобрали. Спасибо, я все купила. Хорошо. И мы тут едем в поликлинику с этим, Максимка, ну больницу, да, в областную с Максимкой. Продолжаются наши эти, нужно результат анализа забрать. Помните, мы кокуньки завозили его, вот теперь нужно их забрать. Вот, ну и там тоже поделать некоторые дела, поэтому едем. Спасибо, что подобрал меня, я тут такси ловила. По городу, удобно, когда есть свое личное такси, можно его поймать в нужное время, в нужном месте. Едем мы теперь в стоматологию, просидели мы 3 часа в этом, в, ой, как же это его, в областной. Сдавали некоторые анализы детям, и эти, ну такие, стандартный набор, биохимия, такое, кал, ну короче, стандартный набор. И забрали ко программу Максимки, сказали, что в принципе все нормально у него. По анализам у Максима все идеально. Поэтому сейчас осталось, жду я, буду на следующей неделе на отпуске женщина созваниваться по поводу направления, чтобы взять на вот эти вот, короче, на что его аллергия, на аллергены. И если там будет все чисто, ну тогда не знаю даже, что делать. Но, скорее всего, там будут показаны, на что у ребенка аллергия. Ну, в общем, ждем его, потому что больше решать уже нечего. Все анализы в норме, поэтому только остается сдать вот эти вот, короче, панель какую-то там, педиатрическая панель она как-то называется. Вот такие вот дела. А сейчас едем, мы давненько не были профилактически у стоматолога, раз в год у нас записано посещать, и как раз в марте, в апреле у нас посещение стоматолога. И вот мы не могли записать детей, некоторых. А я говорю, давай пойдем профилактически, если надо, там тогда нас сам и запишут. Самый стоматолог, если надо будет, она тогда и запишет ребенка, а если не надо, не запишет. Ну и в принципе всех детей нам нужно профилактически. А профилактически говорят, что без очереди. Поэтому пойдем на прием к стоматологу. Это, наверное, просидеть мы там будем полдня, Боря, слышишь? Я знаю, что, наверное, останусь там сидеть с детьми, а ты уедешь. Боря в тот раз не смог сделать, не взял с собой свидетельство о рождении, не смог открыть счета на детей в Сбербанке для продажи дома, чтобы их туда доли зачислили. Вот я, наверное, останусь с детьми, мы сейчас пообедаем. У меня рис, сосиски и дайкон, и хлебушек. Пообедаем, и мы тебя отпустим, а сами будем в очередях пару часов куковать. Не, будет хорошо, конечно, если нас раз и пропустят. Кто-то не придет и все профилактически просмотрят. Ну, короче, будем пробовать сегодня успеть. У нас сегодня, в общем, ребята, больничный день. Полдня мы проводим по больницам. Не пристегнуты. В общем, узнали мы здесь, оказывается, на набережных Челнах. Есть профилактический кабинет. Какие в набережных Челнах? Нет, а где? В Чулыме? Нет? На верхней набережной. А, на верхней, а у меня набережные Челны. Ну, я думаю, улица такая есть, мало ли. Ты представляешь, куда мы поедем? На профилактический осмотр. Короче, сказали нам, ребята, пристегивайтесь. Сказали нам, что здесь нам придется часа полтора ждать, между людьми идти. Ну, по живой. Попадать, по живой очереди. А, как? Верхняя набережная. А, я хотела снова сказать, набережные Челны. А верхняя набережная, там есть кабинет профилактического осмотра, где только для профилактического осмотра кабинет. И там же быстро-быстро дети идут, очередь. Быстро-быстро, раз-два. Так я говорю, смысл нам здесь сидеть? Мы сейчас туда поедем, пока я пойду карточки заводить на детей, там придется. То это, а может там и записаться потом к врачам будет проще? Что ты думаешь? Не знаю. Ну, давай там узнаем, а вдруг там раз и можно будет записаться. Поэтому и покушаем там же. Уже все просят кушать, обедать. Приехали мы в клинику. Взяла я свидетельство о рождении. Пойду пока позаписываю детей, карточки, чтобы им пооформляли. А Боря их покормит в машине. Ой, ребята, нас сегодня Бог любит, явно. Это. Он всегда нас любит. Но сегодня прям он подарок на подарок я нам сделал. Мы когда в областной были, там нам помогли с анализами. Была, как это, заминка. И нам прям каким-то чудом раз все сделали, помогли, раз и мы сдали его анализы. Здесь приехали на шесть человек. Ребята, дайте ему. А, вот игрушка, подожди, игрушку дай. Надо игрушку. Дай игрушку. Здесь приехали на шесть человек, получается, детей. Мы пришли в регистратуру. Она говорит, что вас сюда отправили? Что вы туда? Позвонила туда, наругалась, в общем. Говорит, ну что же, буду вас посылать туда-сюда. Говорит, давайте оформлять карточки. Карточек же у нас нет, мы здесь первый раз. Оформляли мы где-то полчаса карточки. И она их относила к врачу. Говорит, ну все, идите к врачу, сидите, надеемся, что попадете до обеда. А там еще такая очередь. Я пока к одной женщине оформляю, к следующей, в этот же кабинет тоже люди оформляются. Она только отправляет. 18-18, такая, думаю, так, перед нами уже раз, пошел человек, второй, третий. Думаю, какие же мы попадем там. Проходим мы кабинет, усели, ждем своей очереди. Заходит эта женщина в кабинет, выходит с карточками нашими, с врачом и говорит, так, где у меня тут большая моя семья? Наша, говорит, семья. За мной в другой кабинет. И нас отдельно просто врач принял, потому что, видно, они поняли, что никого не успеют принять. Ну да, да, да. И чтобы разжижить, чтобы всех успеть принять, у нас вообще отдельный кабинет завели, всех приняли по очереди. А та очередь осталась в том кабинете, получается. Те тоже вздохнули с облегчением. Фу, шло сразу с очереди. И мы быстренько решили вопрос. Вот, вот доедаем. Ребята же уже поели все. Я доедаю. И это, видите, салатик, все. И у нас следующая инстанция какая? МФ-центр вроде бы, да, если не ошибаюсь? МФ-центр. Сейчас поедем на консультации. Да, узнавать нюансы о продаже дома некоторые, потом поделимся. Вот это вот так вот прихожу, а тут спящая красавица. Нужно поцеловать, чтобы она проснулась. Нужно не шуметь и дать жене поспать. Я сегодня один час ночью спала. Не могла никак со снеговым не было ночью. Я хоть тут, это, подремала. А я открыл счета. Потому что уже вторая, а та поездка в город. Ага. Можешь их закрыть плотно? А я счета открыл. На троих детей. Аня паспорт дома оставила. Аня, как ты могла? Теперь папе снова придется очередь занимать. Мы не найдем. Надо, Федя, надо. Короче. В МФ-центр? Да. На центральный рынок, да, сначала? В МФ-центр. А, в МФ-центр. Едем в МФ-центр. Ооо, надо просыпаться. Так, Таня, проснись снова. Пристегивайся. И поехали. Приехали мы в МФ-центр. Пока идем, поделюсь. Кстати, еще по поводу стоматолога. Четырех детей к стоматологу отправила. Вот. Двое детей у меня, Боря, мои зубки переняли, которые редко болеют. А четверо деток твои зубки переняли. У Бори все детство летели зубы и всю молодость. И все взрослые летят зубки. Да, летать у тебя любят зубки. Поэтому будем лечить. В общем, поговорили мы. Поконсультировались. Теперь можем продавать дом. И вместе с ним еще одну улицу. Нам дали добро продать улицу, да? И сейчас все, кто в Горохово живут, склотили за голову и говорят, да, идем бить бровченко. Ишь, нашу улицу решили продавать. Короче, шутки шутками. А это, узнали мы, что, оказывается, есть два вида предварительного договора купли-продажи. При одном виде. Вот она не знает второе слово. Нет, договор залога и договор еще чего-то. Ну, это как предварительные такие договора. Не то, что купли-продажи, а типа, когда человек дает залог за дом. И обязуется его купить за даток, да. И его можно брать без разрешения опеки. То есть, это предварительный договор между людьми. И заключается, даже без юриста, без нотариуса, росписи. Поставили паспортные данные, внесли. И вот она говорит, есть один. И говорит, обязательно узнайте, если будете такое совершать. Потому что к нам приезжают люди, которые хотят садить огород уже. А мы говорим, мы уедем только в июне. И получается, мы их не можем пустить садить огород, пока мы не уедем. Ну, если мы не будем уверены, что они у нас купят. И им нет смысла садить огород, если они не уверены, что мы им продадим. И вот нужно все равно будет, если вдруг найдутся покупатели, которые скажут нам прямо вот в мае и все. А разница в них такая, что если они внесли залог и потом отказались покупать, то в одном случае деньги возвращаются продавцом, а в другом случае деньги не возвращаются продавцом. Нам же нужны гарантии, если человек начинает садиться у нас на огороде, что-то ломать, что-то свое строить, что он у нас купит. Ну, да. Значит, нам нужен тот договор, при котором, если духа не откажутся, мы не возвращаем деньги. Нам тоже какие-то гарантии нужны. И в том и том огороде мы обязуемся продать дом именно этим людям. Поэтому они-то защищены, и нам нужно себя было защищать. Ну, вот, короче, вот нам сказали. И еще такой момент. Для продажи узнавали мы, нам говорили справку какую-то взять. Сейчас снова узнавали в опеке, что достаточно временной прописки. Поэтому сейчас ищем в Новосибирске, пока не нашли, где будем временно прописываться. Надеемся, что у нас немножко не получается с тем новым, который мы нашли. Пока что он в подвешенном состоянии. Ищем другие сейчас дома для съема. Возможности. И будем искать... Максимка, не кричи! Он уже приготовился ехать, а мы тут разговариваем. Будем искать дом с временной пропиской. И, оказывается, можно временную прописку сделать на расстоянии. Через госуслуги. Представляете, через госуслуги. Вообще, такая сейчас условия такие красивые. Красота. Поэтому я пойду искать, поеду дом. Буду заключать договор аренды. А уже ребята, пока я буду там, отсюда Боря подаст заявление о регистрации временной. А мы там с продавцом примем это заявление. И, короче, таким образом зарегистрируем. Короче, много разных нюансов. Мне кто-то второй раз пытается дошлиниться. Ну, разговариваем. А я поехал. Боря лег спать. У Паши сейчас будет урок. Ребята там сзади тоже занимаются своими делами. А Максимка здесь рычит. Рычешь, да, здесь? Кушает и рычит. Сегодня были у стоматолога, кстати, по поводу Максима. А у него это зубы начали сереть. Я прям испугалась. Думаю так. Ну, это что же получается? Ну, мы всех вместе вели. Но по Максиму отдельно стали таки темнеть зубы. Не то, что кариес, а именно прям, знаете, как будто карандашом покрасили. И он в последнее время у нас от яблок отказался. Ест только груши и морковку, а яблоки не хочет есть. И я прям думаю, Боря, говорю, что-то с зубами. То ли они окисляются, то ли что. И еще и от яблок отказался как-то. Думала, это взаимосвязано. А сегодня стоматолог говорит, это, говорит, пищевая окраска у вас. Говорит, что ест такое? Я сначала не поняла, а потом, о, так это же у нас пастилу каждый день ест с черникой. Она говорит, ну да. Говорит, значит, у вас от пастилы красится пастила, и зубы такие серые стали. А я тут испугалась. Думаю, что же с зубами-то у ребенка? Она говорит, все нормально. Так что попробую какое-то время не давать пастилу, чтобы точно убедиться. И посмотрим, если посветлеют зубы, значит пастила. А если не посветлеют, то буду еще раз обращаться к врачам. Потому что я читала, что несколько есть причин, почему могут темнеть зубы. Но пока меня успокоили, сказали, что это пастила. Так что вот так тоже бывает. Да, у нас обычно дети, если наедятся черники, ходят такие. И зубы у них фиолетовые, и губы фиолетовые, языки фиолетовые. И как-то мы не обратили на это внимание, что Максимка-то у нас тоже пастилу обожает кушать с черничкой. Папа сбегал в аптеку, купил нам бинтов. Купил Паше, тут мазь назначили для рук. Купил эти, у бинтов ты сколько накупил? Купил, мне и на лаприл закончился от давления. Прям в последнее время так давление скачет. Ну прям не могу. Давление давит. Просто с ума схожу от этого давления. Короче, купил, и на лаприлом пользуюсь. Помогает. А этот, каким-то там я еще пользуюсь, и как он называется? Не очень мне помогает он. И на лаприл, и... И клюк мне ее. Вот, договорили сейчас с подругой, едем к ней домой. Паше урок перенесли. Поэтому позанимается у нее дома. Что? В 12 занято. В 13 будет. В 13 это поздно мы уже домой будем ехать. Давай тогда скажи на завтра, можно перенести? Попроси на завтра перенести. Завтра уже дома будешь позаниматься. Скажи, что мы в дороге будем, не сможешь заниматься. А мы сейчас это... Зайдем в слату тогда. Купим что-то покушать, к подруге пообщаться. И будем ехать домой. Не знаю, что-то будем еще снимать или нет? Наверное, как мы дома спад ложимся. Это уже за кадром. Ну тогда как будем выезжать ночью уже? Да нет, давай надо тогда заканчивать. Да? Да, а что снимать? Подругу мы не снимаем. Ребята там будут играть, а мы пообщаемся часик до домой. А, отвезли, мы же переезжаем. Они нам дали на хранение вещи. А теперь нам приходится их обратно в квартиру перевозить. Мы же говорим, ребят, мы переезжаем, все, теперь мы обратно вам все отдаем. Еще шкаф надо в собранном виде. Их шкаф у нас стоит. Нужно им отдать. В собранном я ему иду с завода. Не бросайся. Не бросайся. В сложенном виде. Вот так правильно будет. Не бросайся за мазюря. Так докормили его, накормили, что весь грязный, замызганный. Да. Че? А, твое? Твое? Ну все. Смотри, подожди. Кука. Как Аня когда-то говорила в детстве. Покажи, что ты любишь. Кука. Я очень люблю перепелиные яйца. Я их, скажи, обожаю. А как он любит соленые огурцы? Это сказка. Я так боялась ему давать, но мы только домашние даем. Домашние, которые покупаем, не магазинные. Чтоб этих без всяких этих штук было. И он кусочек дала сначала кровь, потом еще, потом пол огурчика. За милую душу. Пукай этот ник, конечно. Но без этих, без боли в животе, без сыпи, без вообще. И он, если видит огурец, а ты ему не дашь, истерика будет на всю вселенную. Держи. Будет такая истерика. Огурец и яйца. Максим, не крошить мне яйца на сырном сидении. А если он видит, что яйцо мы вытащили с этого, с холодильника, истерика будет вдвойне. Руки, смотри, что будет вытирать. Обожает грушу он у нас. Картошку. Можно я чуть поделюсь, раз мы уже заканчиваем видео. Картошечку, отвариваю мундирку. Просто обожает мундирку картошку. Мы ему делали такую, и он не очень любит есть. А именно, когда отварено, я ему по кусочкам режу, обожает. Вот игрушки, яйца. Ой, вообще. А, мы же это, с нашей, оказалось, что это наша зрительница, еще она нас время от времени смотрит. В общем, нашли мы женщину, у которой будем брать козье молочко. Она, я так и не поняла, где она живет. В Хамутово. Где-то там. А потом, при последнем разговоре выяснилось, что она нас еще и смотрит. Поэтому, если у вас нос, то привет вам. Огромный от нашей семьи. И вот у нее эти, окатились, да, говорят правильно? Да. Козочки. И со следующей недели должно быть уже молочко. Поэтому будем брать молочко, посмотрим, да? У нас как-то молочко козье мы брали на пробу у друзей. У них много нету, но дали попробовать. Нормально пошло. И скажи, к яйцам нам добавится молочко. Молочко добавится. Так что на этой хорошей ноте, что мы нашли козье молочко. Да. Мы будем заканчивать. Я чуть выспалась. Слушай, прекрасно. Мама снова поймала. Держи. Давай, давай, давай. Оп. Эп. Ты что яйцами разбрасываешь? Все. Ценность одно яйцо 7 рублей. Ты что, дядька? Пока, пока. 7 рублей одно яйцо. Представляете? 12 стоит куриное в 5 раз больше. А перепелиное 7 стоит. Дорогое удовольствие. О! Ой, скажи. А теперь давай, смотри. Давай, вместе с тобой тебе. Пока. Давай, как ты умеешь уже? Давай. Пока, пока, пока. Вот так. Пока. Ага, можно вот так. Да. Вот так. У него медленная пока. Пока, 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 ребят. До новых видео.